Hello guys, welcome to my channel ProEnglish, I'm Alex. So guys, I'm ready, let's start. Итак, про мой челлендж. Значит, я себе задумал, я хочу до конца года посетить 10 разных крупных европейских городов. Причем те города, где я был до этого, не считаются, должны быть именно новые. Допустим, я хочу побывать в Испании, но я уже был в Мадриде и в Валенсии, поэтому если я снова буду в Мадриде, я этот город не буду засчитывать. Вот такой у меня интересный челлендж. Я уже был в конце августа в Стамбуле, как бы первый город уже можно отметить. Если что, в Инстаграме я все буду постить, все фотографии, может быть сюда сделаю какое-нибудь видео, я еще не знаю. Итак, ставьте себе тоже цель какую-нибудь, довольно сложную, но посильную до конца года нужно будет ее достичь. И многие скажут, слушай, сейчас вообще не до этого, война, там люди погибают. Да, это очень плохо, ужасно, печально, я до сих пор в стрессе. Но, друзья, нужно что-то с этим делать, со своим состоянием, нужно находить какую-то цель, задачу и жить дальше. Нужно менять свою жизнь, адаптироваться, просто сидеть сложа руки и наблюдать. Нет, ничего не получится, вы садитесь с ума. Поэтому найдите себе, чем заняться, учите английский язык, не знаю, переезжайте в другую страну, найдите новое хобби. В общем, нужно что-то делать, куда-то двигаться. Только так можно сохранить психологическую здоровье, да, стойкость. По-другому никак не получится. Поэтому, друзья, еще раз говорю, ставьте себе цель и пытайтесь жить дальше, это вам поможет в жизни. И теперь про слова. Значит, в чем суть? Слова нужно учить в контексте, в примерах, во фразах, в выражениях. Зачем это делается? Если вы смотрите на список слов, думаете, так, 10 слов, я их выучу и свободно буду использовать. Нет, так это не работает. Почему? Потому что мало выучить просто слово. Оно используется с другим словом, образуется фраза. Там есть артикли, предлоги, какая-то грамматика, там, окончание, времена глагола. Это все тоже нужно учитывать. Поэтому в начале, когда вы еще плохо знаете грамматику, как эти слова сочетаются, у вас масса времени уходит на то, чтобы вспомнить, так, какой там предлог, артикль, это исключение или нет. А если вы выучили готовое выражение, фразу, вы экономите время и энергию, силу, так скажем, мозга, да. Вы не тратите время на то, чтобы вспомнить и использовать грамматику. Она уже готова во фразе. Поняли, да? Не просто слова учим отдельно, а сразу три слова вместе, четыре, пять, маленькое предложение, маленькую фразу. Только так вы сможете запомнить, как это слово используется и правильно его применить. С правильной грамматикой, с правильными предлогами, артиклями и так далее. Это самое важное. Запомните. Да, этот способ сложнее реализовать, больше времени тратится, намного проще прочитать список слов и типа я их выучил. Но нет, если вы учите в долго срок, да, хотите на самом деле запомнить все это дело и использовать в речи, то нужно именно так заниматься. По фразам учить выражение, пример и контекст. Я занимался так, многие лингвисты, переводчики, полиглоты именно так учат иностранные языки. Поэтому переключайтесь, осваивайте новую методику. Итак, слова. Значит, я заготовил кое-что. Первое слово на экране. Как оно читается? Возможно, вы его знаете, может быть, не знаете. Это не very, в смысле очень, это very, very. Произношение непростое, там двойной. Very, very. Повторяйте. Very, very. И это слово переводится как меняться, изменяться, разниться, отличаться. Видите, разные значения. Что мы делаем? Ну, да, very, различаться, very, различаться. Все понятно. Дальше делаем пример. Значит, первое, записали слово, перевод произношения. Дальше пример. Смысл в том, чтобы сделать максимально простой пример. Very, это самое сложное слово в примере. Остальные элементарные, базовые, которые вы уже знаете. Ну, допустим, these cars vary in size. То есть, эти машины отличаются по размеру. Смотрите, эти машины, мы пишем these, множественное число, да, 80. These cars. Cars, буква S, множественное число. Very, начальная форма, это present simple, ничего не нужно, никакие окончания. In size, по размеру, да. Видите, мы записали сразу же правильное предложение. Множенное число these. Не this, не эта машина, а эти машины. То есть, тут все правильно. Потом in size. У нас по размеру, а у них как будто в размере. Мы запомнили правильный предлог, правильное время глагола, правильный порядок слов. И вообще, как этот глагол используется. Как используется vary. These cars vary in size. Вот, отличный шаблон, готовое предложение. Вы можете вместо cars подставить все, что угодно. Там может быть computers, phones, ну, я не знаю, clothes, одежда. Понимаете, да, как это работает? Вы учите готовую шаблонную фразу и меняете некоторые части. Таким образом, вы накапливаете сразу же разговорные такие выражения, которые легко потом применить. Дальше можно что еще придумать? Our tastes vary. То есть, у нас разные вкусы, там, не знаю, мы расходимся во вкусах. Тоже. Our tastes vary. Вот и все. Очень просто и понятно. Но, в чем здесь фишка? Рекомендую изучать однокоренные слова сразу же. Таким образом, вместо одного глагола, скажем, to vary, вы учите еще прилагательное и существительное. Итого три слова вместо одного. То есть, например, здесь это various. Различный, разный, разнообразный. To vary – это у нас глагол, да, меняться, изменяться. А various – это разнообразный. Запомнили? Отлично. Запишите. Various – разнообразный. Произношение непростое. Various. Там there, потом rears. Various. Various. Значит, слово, транскрипция, можно по-русски написать. Перевод. Примеры. Допустим. I did it for various reasons. То есть, я сделал это по разным причинам. Вот тоже правильная грамматика. Я сделал это прошедшее время. I did it. И потом сразу же по разным причинам. У них как будто бы для. Прилог for, но это по-русски по разным причинам. I did it for various reasons. Вся грамматика правильная. Порядок слов, предлоги, артикли, время глагола. Готовая шаблонная фраза. Запишите себе. I did it for various reasons. Вот оно. И давайте еще один пример. Допустим. You can buy dresses of various colors in this shop. То есть, ты можешь купить платье разных цветов в этом магазине. Тоже использование. Простые примеры, простые слова, но хорошее предложение. You can buy. Да, you can buy. После модального can нету to. Сразу you can buy. Дальше. Dresses. Платье. Множечное число. Of various colors. Разных цветов. Но там нужен предлог of. Of various colors in this shop. Ну, тут все понятно. То есть, видите, простые примеры. Наше слово использовано. Готовый шаблон. Правильная грамматика. Легко потом использовать. И теперь третье слово. У нас был глагол. Very. Прилагательно various. И теперь variety. Variety. Это существительное. Многообразие, разнообразие, множество, ассортимент, ряд. В общем, масса значений. Хотя бы два-три нужно записать. Запишите. Variety. Многообразие, разнообразие, множество. Примеры. This shop has such a variety of dresses. То есть, в этом магазине большое разнообразие, ассортимент платьев. То же самое. This shop has such a variety of dresses. Отличное предложение. Отличный пример. И второе предложение. We have a variety of good shops here. То есть, вот оно, да, тоже. We have a variety. У нас тут есть много-множество хороших магазинов. Простые примеры. Я бы сказал, даже элементарные. Простые предложения. Но одно слово сложное. Это именно новое слово. Very. Variety. Various. Поняли, да? Придумываем с этими словами примеры. Используем за шаблон, я не знаю, словарь. Или какие-то книжки, которые вы читаете. Или статьи. Неважно, откуда вы берете примеры. Записывайте самые простые выражения. Учите в контексте. Таким образом, вы запоминаете, как правильно используется это слово. Значение контекста. Это самый эффективный способ. Я только так учу слова. Я пишу фразы и выражения. Ред их, да, отдельно. Ну, скажем, good, хороший. Да, можно отдельно выучить слово good. Но если вы напишите I have a good car, это будет намного лучше. Это отличный шаблон. Вместо K вы подставите все, что угодно. Ну что, друзья, понятно? Пишите в комментариях свои примеры на эти слова. Можете свои придумать слова. Неважно. Я хочу увидеть, как вы используете слова в контексте, в примерах, в предложениях. Как вы учите новую лексику. Это очень важно, потому что знание слов важнее даже грамматики. Потому что без грамматики, в принципе, что-то там сказать можно. А без слов ничего вы не скажете. И пишите в комментариях, какую цель вы себе поставили. Моя, видите, какая непростая, потому что визовые ограничения. В общем, никуда не уедешь. Нас выгоняют это всюду. В общем, будет непросто. Ну, посмотрим, что получится. Я уже был в Стамбуле. Первый город, можно отметить. В Инстаграме публикую фотографии. Постараюсь сделать видеоролики для Ютуба тоже из-за границы. Думаю, будет здорово что-нибудь на разговорную тему. Да, разговорный английский. Плюс, так, тревелинг, да, путешествия. Я такое уже делал видео из Варшавы. На канале есть. В общем, должно быть классно. И насчет прослушки. Только что закончился третий поток моего курса. Прослушка. Мы тренируем внимание на слух. Произношение. Четвертый поток. Меня уже некоторые спрашивают, когда будет. Честно, не знаю. Может быть в ноябре. Может позже. Я напишу, запощу. Везде общая информация будет. Поэтому не переживайте. Все, guys. See you soon in the next video. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok